И снова, здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, братья и сёстры. В данном видео я решил ответить тем россиянам, которые оставляли комментарии в различных соцсетях, а некоторые даже писали мне на почту. В частности, не без некой формы угроз. Сейчас речь идёт об ужасающей политике России, о которой я уже говорил в одном из предыдущих своих видео. Оно сейчас находится перед вашими глазами. С Днём Победы. День Победы и политика России. Что-то не так. И вот у многих россиян это вызвало почему-то резкую реакцию. Интересно. В частности, меня стали почему-то посылать в Украину, на проспект Бендеры. И при этом забирать всех своих из России, имеется в виду азербайджанцев, в Баку. Крайне интересно. Крайне интересно, дорогие друзья, вот эта позиция определённых россиян. Я даже сейчас не обращаю внимания на безграмотность данного в кавычках россиянина. Вот его комментарий. Ехай в Киев. Не езжай, а ехай. Нет. Меня здесь интересует другое. А может быть мне поехать, в частности, и посмотреть на памятники Краснового в Ростове? Или памятники Власова? Тоже на территории России. Или стелу, нацистскому приспешнику и массовому убийце Шкуро? Может быть мне туда поехать? А может быть мне поехать и посетить ту, в кавычках, личность? Я даже сейчас уже показывать не буду. Которому российские определённые люди искусства посвятили фильм, ну, про Горегина Нжде. Или, может быть, мне напомнить, как в России снимают фильм, документальный фильм не так давно был снят, про Лимонова, национал большевика 80-х-90-х годов и даже 2000-х. Нет. Туда россияне меня не пошлют. Интересно. При том, что, как я сказал, смешно, когда говорят о Бендере, учитывая, что он сидел всё-таки до 44-го года. А те, кого я огласил, они действовали на протяжении всей войны. Как-то получается неправильно. Второй момент – это связано с тем, чтобы я забирал своих. Ну, имеется в виду азербайджанцев в Баку. Знаете, я был бы не против, если Азербайджан вообще был бы, никогда не состоял в составе Русской империи. Тогда не пришлось бы столько отдавать жизней, которые мы могли бы не отдавать во время Первой мировой. Нам бы не пришлось делиться своими богатствами с целой громадной империей, которая периодически в кавычках нас благодарила. Я уже говорил об этих нюансах. Сейчас русские скажут, мы вам дали культуру. Сто процентов это прозвучит. Только вот опять не стыкуются. Азербайджанцы, иранские азербайджанцы на протяжении тысячи лет держали в руках Иран, когда еще России толком и не было. Так кто же кому давал культуру? Неприятные такие нюансы. Не так ли? Я даже не говорю о великих азербайджанских поэтах, музыкантах, ученых. Вы, те, кто мне сказали, чтобы я забирал, вы хотели, чтобы я поднял, тире озвучил, такие слова, и вот эти слова действительно бы раскачивали бы отношения между русскими, россиянами и азербайджанцами. Но я не буду этого говорить. Это эмоции. Эмоции на ваше заявление. Вместо того, чтобы признать некоторые неправильные политические шаги со стороны России в сторону Азербайджана, вы говорите, чтобы азербайджанец, на канал, которому вы зашли, забирал своих. Так кто же провокатор? Так кто же провокатор? Немцы в свое время признали вину перед еврейским народом. И они не посчитали это за что-то ужасающее. И сейчас Германия самый близкий друг Израилю и еврейскому народу. просто признали. Просто признали свою вину. Иордания воевала с Израилем. Единственная сейчас, возможно, из арабских стран, которая более близка Израилю, чем остальные страны, даже мира. признали вину, признали взаимные ошибки и все. Но неужели так трудно признать, что российская политика была ужасающей в отношении Азербайджана? Неужели так трудно? Ну, как же? Это же русский шовинизм. Это тогда нужно будет говорить, что великие русские в чем-то неправы. Ну, так же, как не могут быть неправыми в кавычках великие их союзники армяне. Они же всегда правы. Даже американцы периодически признают свою вину, во всяком случае, многие за Вьетнам и Ирак. Боюсь, что Россия бы не признала бы, если бы она была бы главной виновницей событий в тех двух странах. Думаю, что не признала бы. У большинства американцев хватает духа сказать «да, было». Ну, совершили. Поправьте меня, дорогие россияне, если я в чем-то ошибаюсь. Великий народ – это тот, кто может признавать не только свои великие поступки, но и свои преступления. Как против своего народа, так и против других соседних народов. В этом заключается величие. Не так ли? Всем удачи, дорогие друзья. В следующем видео мы вернемся к разговору так или иначе о взаимных отношениях Азербайджана и Армении. На этом я заканчиваю данное видео. Всем до свидания. Всем пока. Всегда ваш, Сиидов Кямран. До свидания. До свидания.